С понедельника подорожали тарифы ЖКХ. Цены поднялись в среднем на 4,5%. Повышение было плановым. Газ подорожал на 20 копеек, электричество на 3,8%, тепло почти на 9%, причём по-разному, в зависимости от поставщика. К этому добавилось и подорожание уборки при домовой территории на 50 копеек с квадратного метра квартиры. Для повышения качества содержания услуги, для того, чтобы можно было нанять дополнительное количество дворников необходимое, до норматива довести, к сожалению, не удастся в полном объёме, но хотя бы увеличить количество дворников, тариф нужно повышать. У меня вообще сложилось такое мнение, что все наши чиновники – это потомки Остапа Бендера, который знал 100 способов законного изъёма денег. В понедельник в Казани прошёлся российский педсовет. В республику съехались министры образования большинства субъектов страны. Обсуждали печальные результаты ЕГЭ. При этом, в ходе общения с журналистами, министр образования России, совершенно не стесняясь, продемонстрировал, как жанглировать цифрами. Для того, чтобы показатели остались на приемлемом уровне, просто понизили планку знаний. В этом году, если бы мы использовали тот же балл, 36 по русскому языку, таких было бы около 30 тысяч. То есть не 1,5%, а примерно 4%. Во вторник Госсовет Республики выступил с предложением ужесточить штрафы за нарушение ПДД по финскому образцу. Если инициатива будет поддержана Госдумой, значительно увеличится наказание за превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу движения. Ну, как нас поддержат? Вроде я ездил в Государственную Думу, встречался с депутатом Государственной Думы, ну, думаю, что будет поддержано. Развитие получила и тема различных повышений. Правительство России увеличило прожиточный минимум на 5%. Потребительская корзина составила 7 688 рублей. Прожиточный минимум повысили в связи с ростом потребительских цен. В среду состоялось главное политическое событие недели. Рустам Мениханов не устоял перед просьбой секретаря первичной парторганизации «Единой России» из Нурлата и согласился возглавить список партий на выборы в Государственный совет Республики. Прошу вас как женщина, как секретарь первички. Мы все вас просим, Рустам Другалевич, возглавить спортивный список, потому что нам нужна победа. То есть женщины просят, конечно, отказывать некрасиво. Мой ответ – да. Бигзур Ахмад. Также в среду религиозным деятелям были переданы два храма. Русская православная церковь получила в собственность Крестовоздвиженский собор, а духовное управление мусульман Татарстана – Апанаевскую мечеть. Мы можем иметь надежду на то, что государство будет оказывать финансу и, вернее, помощь в реставрации, в строительстве этого храма, как бы совместное использование. Данное мероприятие является неким ответом всем тем, кто пытается показать, что у нас в России, в частности в Татарстане, есть какое-то ущемление прав мусульман. В четверг началось оглашение приговора по уголовному делу о крушении Булгарии. Чтение обвинительного заключения займет несколько дней. Оказываю, уступить неотвечающие требования безопасности жизни и здоровья потребителей, в праве, чтобы неосторожности с ним не будет уходить. 3 июля Татарстан первым среди российских регионов заключил соглашение об участии в программе «Жилье для российской семьи». До 2017 года в Татарстане планируют построить полтора миллиона квадратных метров жилья эконом-класса по цене 30 тысяч рублей за метр. Жилье не будет продаваться на открытом рынке. Списки нуждающихся сформируют республиканские власти. В пятницу работники Казанского зоопарка наконец показали публике рожденного месяц назад олененка. Имя животному еще не придумали. В процессе могут поучаствовать все посетители зоопарка. Напомню, родители олененка, занесенных в Красную книгу пятнистых оленей, привезли в Казань год назад. Самочки прибыли к нам из зоопарка города Ярославль. Самец прибыл из города Белгород. Образовалась пара, сформировалась такая тройная, скажем. И в этом году они уже дали свое первое потомство. В пятницу в Казани ввели карантин по бешенству. Ограничительные меры коснулись жилищного комплекса Кульсеитова. Здесь обнаружили кошку, которая впоследствии погибла от этой болезни. Ветеринары провели вакцинацию домашней живности жителей поселка. Кроме того, была запрещена торговля и вывоз животных.